Как много девушек хороших В советские времена такого ранга актеры, они просто были идолами. Они были почти на уровне членов правительства по коленопреклонению. Это были небожители для простых смертных. Кубинцы звенят, играют на первой пролетке, на первой пролетке. На пролетке сваки пряты, невеста в середке, невеста в середке. Ой-ой, писька льется цайрол, а невеста не поется. Ой-ой-ой-ой, кубинцы звенят, играют на второй пролетке, на второй пролетке. На пролетке сваты хваты и жених в середке, жених в середке. Ой-ой-ой, пизде льется горо, что ж в небесе не поется, ой-ой-ой-ой. Каждый мужчина способен на одну исповедь в своей жизни. Чаще всего он исповедует случайной попутчице в поезде, реже случайной знакомой на курорте и почти никогда своей жене. Это жизнь. И гениальный Утесов не был исключением. Его последней работой в театре была репетицией моноспектакля «Путешествие дилетантов по Акуджаве» с актрисой Алой Азариной. Однажды на последней репетиции он позвал ее к себе домой, дрожащими руками открыл старинный секретер и достал шкатулку. В шкатулке лежали две фотографии молодой красивой женщины и пожелтевшая газетная вырезка. Я помню его руки, которые немножко дрожали. Две такие желтоватые фотографии. На одной из них дама, очень красивая, роскошной шляпой. И он мне показывает эту фотографию и говорит, вы знаете, вот эти фотографии у меня пролежали всю жизнь вот в этом секретере. И моя жена об этом знала, и она никогда не подходила к этому секретеру и никогда не вынимала эти фотографии. А это женщина, которую я очень любила. Луч луны упал на ваш портрет, Милый друг, давно забытый клет, И во мгле, как будто ожил он, И на них смешались я без сон. Я смотрел, не отрывая глаз, Я мечтал, я вспоминал о вас, Я возвал, кругом молчал он все в ответ, Лишь луна настала ваш портрет. Это был прекрасный роман. Она была известная переточная актриса, Полька по происхождению, госпожа Немировская. А какая она была актриса! Если бы в этот момент в комнате появилась реальная Немировская, он бы не удивился. Настолько живо он представил ее перед собой. Ой, какая актриса! Я играл с ней в Сильве. Когда мы познакомились, рассказывал Утесов, Я был женат на Елене Усиповне. Дитя моей дочери было 6 лет. Да, это была трагическая любовь. И, конечно, вся моя жизнь сложилась бы по-другому. Две женщины ждали, как я поступлю. Они перекидывали меня друг к другу, как мячик. Моя жена периодически звонила ей и говорила, что, слушайте, ну заберите его уже себе. Я уже от него отказываюсь. Я уже не хочу с ним никаких дел иметь. И я уходила туда. И вот это было все время. Я очень любил эту женщину, но никак не мог ни на что решиться. Почему? На той улице в Одессе, где я рос, все хорошо знали друг друга. И развод какой-то семьи был равен взрыву бомбы. Это было невероятно. Невозможно, чтобы мужчина оставил семью. Это обостренное чувство долга сидело во мне с детства. И поэтому я не знала, как быть мне. Я то туда, то сюда. И вот я метался. И вот в один из дней, когда мы играли в спектакль, я, наконец, должен был уже что-то решить. И спектакль уже подходил к концу. И я вижу, что в зал входит Елена Осиповна. И тут, значит, она станет и как бы ждет уже, в общем, какое-то должно быть решение. И я тихонечко из театра взял свой, взял без всего и без вещей, просто на вокзал и в Питер. И уехал один в Ленинград. Парень кудрявый, статный и бравый, Что же ты покинул нас? Средом мы ходим, в город не сходим, Старых и лукавых глаз. Но постой, погоди, молодой паренек, Ведь тебе мы не чаем души. Ты с окною за нас погуляй, как денек, Чем же мы не хороши. Эх, дорогие любые родные, Стану я плясать и петь. В темные ночи, в ясные я очи, Ласковой могу глядеть. В Ленинграде у тёсов жил один почти месяц. А потом отправил телеграмму жене. И она вместе с дитой приехала. У неё, видимо, хватило ума и так-то. Я уж не знаю, ещё каких качеств хороших. Простить его, принять его. И, может быть, это вот и произвёл он у него вот такое вот впечатление. И сыграло роль в том, что он потом к ней относился с очень большим почтением, Видимо, благодарностью. У тёса вспоминал. Моя любовь, как только узнала, что я вызвал семью, Уехала в Польшу. Я пожертвовал своей любовью. Замуж она так и не вышла. Как он мне сам сказал, что да, что у меня не хватило смелости. И в этой фразе я почувствовала, что у него какое-то очень большое сожаление. И какая-то очень большая его такая, знаете, вот человеческая вина перед этой женщиной. Ночью ходи, глаз не смыкая, Верность тебе в сердце храняя прожду до утра. И прошло много лет. Много-много лет. И я о ней очень помню. Вот у меня была эта фотография, и всё. И потом вдруг в одной газете я читаю, что вот такая знаменитая польская актриса, опереточная Немировская, ехала в поезде. И загорелась керосиновая лампа в вагоне. И, в общем, начался пожар. И она там погибла, сгорела вместе со своей камеристкой. У Утёсова не было от неё писем. Это была очень гордая женщина. Но эти два фото и вырезку о её гибели он держал в своём секретаре всю жизнь. Елена Осиповна никогда не подходила, не смотрела, не спрашивала и ничего не говорила по этому поводу. Леонид Осипович много рассказывал о своей жене Елене Осиповне. Восхищался её остроумием, женской тактичностью, умом, но никогда не говорил о ней с такой нежностью, с такой безысходной грустью. Никогда не говорил этих банальных по своей ясности слов. Сталин его не любил. И этим, видимо, объясняется, что он так долго не мог получить звание, что он звание заслуженного артиста получил только в 48 лет, хотя он уже популярен был на всю страну, и ему письма писали Москва, Кремль, Утёсову. Утёсов, снявшийся в весёлых ребятах и объявленный отцом советского джаза, ну, это почти, на эстраде почти Сталин. Без царя в голове Где-то правил встарь Веткий, дряхлый царь Но от всех только смех всюду слышал он Так он был смешон А жизнь была весела Как весенний бал Жил народный завод Только царь роптал Он тайком, кулаком Всё грозил в стране Что же делать мне? И он пошёл тогда к небе К бабе костяной наверх И поведал, что ему Стало круто Та сказала, не родей Чтобы взять кулак людей Заведи себе скорей Палача и шута Палача должны бояться Пусть он бьёт с плеча Будут над шутом смеяться Помня палача Царь вернулся в стольный град Сделал так И так был рад И с тех пор царили тут Царь, палач и шут В гипноз Сталина попадали Вполне достойные люди Влюблялись Страстно искали его расположение Здоровой натуре Утёсова Это не грозило Оркестр очень часто приглашали На, так сказать, вот Правительственные банкеты Как это сейчас принято называть Это были такие закрытые вечера Где присутствовали члены правительства И вот однажды на одном из таких концертов Утёсов спел какую-то песню Вдруг подходит некто в гражданском И говорит ему Леонид Тойщевас просит Иосиф Виссарёныч подойти Утёсов говорит Ну, естественно, такая просьба Всегда вызывала озноб Чем эта встреча может закончиться Он говорит Ну, я похолодел Подхожу, значит Иосиф Виссарёныч сидит в ложе Подхожу к нему И тот говорит Товарищ Утёсов Вы смогли бы сейчас Спеть песню Садесского кинчмана А песня была Категорически запрещена Как блатная песня И Утёсов говорит Я был в полном недоумении Что же мне делать Спеть Она запрещена А не спеть Сталин просит Что, как быть И стою мучительно Раздумывают А перед спиной у Сталина Стоят там Ворошилов И другие члены правительства А Ворошилов как раз К Утёсову относился Очень хорошо И вот стоит Ворошилов И из-за спины Сталина Показывает Пой, пой, пой За щу же земли Порёли За щу же земли Приседали За щу же земли Преливали Нашу крёпку Они же там Перулюсь Они же там Гуляют А мы же Подаваем Сыновьём На следующий день Значит, меня вызывает Начальник Не помню, как он тогда назывался Ну, по-нашему Росконцерт По-теперешнему Вызывает начальник И очень строго спрашивает Ты ощутил, что вы вчера Вы выступали в Кремле? Да Назовите, пожалуйста Что вы там исполняли? Ну, я, говорит Ему говорю Вот То-то, то-то, то-то С одесского кичмана Он, говорит На меня дико посмотрел Я сказал Что? Да как вы могли? Как вы посмели? Да вы Преступлены Да вы знаете чем? Для вас это может кончиться Ну, и так дальше А я, говорит Ему с таким невинным видом Говорю Да я же не виноват Меня попросили Он говорит Какой идиот Мог вас попросить Спеть С одесского кичмана? Я, говорит Ему говорю Товарищ Сталин Говорит Я Он Говорит Я не могу вам передать Что произошло С этим человеком В те времена В те времена Когда сажали Каждого второго И вдруг Сказали Какой идиот Мог Ноги отказали Он Он Беспомощно Сел в кресло И сказал Ой Мама Моя Мама Ну Тарелку С борщом Он попробовал Этот борщ В тот момент Когда он пробовал Я уже съел Все Он позвал официантку Возвращает ей тарелку Она спрашивает Вам ли они точно не понравились? Он Так Секунду подумал Сказал Деточка Это даже не надо кушать Это уже говно Эту формулу Я Усвоил На всю жизнь Как много девушек Хороших Как много Ласковых имен Но лишь одна Из них Тревожит Не нася Покой И сон Когда влюблен Любовь Нечаянно На гряне Когда ее совсем не ждешь И каждый вечер Сразу станет Удивительно хорош И ты поешь Она была революционерка До революции Участвовала В каких-то Подпольных кружках Была корреспондентка Какие-то Революционные письма Перевозила в Одессе Она актриса была Лена Успон Она же тоже начинала Как актриса Много женщин На свете Как мой влечет На свете Любой Целый мир Вся жизнь Кумир Сыной Кумир До Сильва Они познакомились В дождь Но начну по порядку Он должен был Пробыть там Всего один вечер Там Это маленький Сгулькин нос Южный городок Под названием Никополь Но этот географический Пункт Оказался решающим В его жизни В тот единственный вечер Люди пошел В единственное место Развлечения Никополитанцев Кафе Здесь обычно Собирался местный Бомон Люди был Одессит И поэтому С презрительной миной Сидел за столиком Разглядывая провинциалов В кафе Вошли двое Маленькая девушка И мужчина Мужчина он узнал Они вместе ехали На пароходе Из Херсона Они не были знакомы Но ему было известно Кто такой Лёдя И куда он едет Мужчина глазами Указал на него Своей даме И что-то шепнул Та взглянула на него И сделала презрительную Гримасу В сторону Лёдя Вот и все события Этого вечера А чего еще Можно было ждать От какого-то местечка Утром Тёсов уехал В Александровск И вдруг через день После своего приезда Во время репетиции На сцену вошла Новая актриса Та самая Столь презрительно Фыркнувшая В Никополе Их представили Друг другу Это была Леночка Ленская Ей был 21 год Когда кончилась Репетиция Лёдя спросил ее Как можно галантнее Что вы намерены Сейчас делать Сначала пообедать А потом искать комнату Ответила дама Чтобы отомстить Из-за недавнего фу Лёдя решил быть галантным До конца И пригласил ее Обедать в ресторан Но за обедом В беседах и шутках На которые они Оба не скупились Она ей Богу Начала ему нравиться По-настоящему Он заметил Что с ее стороны Не было больше Ни фу Ни га Ни презрительных гримас Всякие хорошие дела Начинаются в дождь А когда они вышли Из ресторана Дождь лил Как из ведра Комната Которую Тесов снял Была неподалеку Он сказал Может быть Мое предложение Покажется вам нелепым Но давайте зайдем ко мне И переждем непогоду А потом я помогу Вам найти комнату Искать комнату Леночке Ленской Не понадобилось Она вошла в комнату У Тесова И больше из нее Не выходила Как будто дождь Шел в 49 лет Она стала его женой Убиться можно И насколько мне известно Она подцепила Вовсе не имея Намерения на ней Жениться Но она так Но она так к нему Прильнула И так Проявила такую Заботу И нежность Что Слабое сердце Артиста Поддалась Но это только легко Написать Стала женой А изобразить Это в жизни Они же оба актеры Играют в трупах А трупы Разные И очень живые Будь это покойники Было бы легче А так в то время Трупы бегали Из города В город Чтобы прокормить Себя и своих близких В общем Утесов решил Воссоединиться С Леночкой Господи Как хорошо жить На свете Но Первая мировая Вернула их На землю Антрепренера Утесова Мобилизовали Как офицера запаса Группа распалась Надо было действовать Быстро И решительно Утесов отвез Леночку в Никополь К ее сестрам А сам помчался В Одессу устраиваться В это время Устроиться в Одессе Было трудно Театральная жизнь Почти замерла Да и не только театральная Проливы Дарданелла И Босфор были закрыты Порт не работал Но Утесов устроился Даже сразу В два театра Миниатюр Кончив пьесу В одном театре Он на извозчике Ехал в другой Потом возвращался Обратно в первый Играл там второй сеанс И снова мчался во второй Потом опять в первый Одним словом Фигара здесь Фигара там Но за всю эту суету Семейный Теперь уже Фигара Получал два рубля вечер Извозчик Перевозивший Утесова Зарабатывал больше Наконец Лёдя смог Выписать Леночку К себе Все было бы хорошо Но была одна сложность Они не были повенчаны Захсов тогда еще не было А венчать его отказывались Потому что он не был приписан Ни к одному призывному участку Уже оказывается Лена Усимовна уже была беременна И значит он сказал Что у нас уже было не двое А трое И она вот-вот должна была родить И уже было неприлично просто Что они так сказать Неженаты Естественно Где свидетели Свидетелей нету Утесова выручил синагогальный служка В последний момент он выскочил на улицу Где обычно кучками стояли бендюжники Это была их синагога И крикнул Евреи Нужен Миньен Миньен обрядовое число свидетелей Для совершения уидийского богослужения Он говорит Я всем заплачу по 20 копеек Собрал их Жених платит по 20 копеек Бендюжники вошли в синагогу Огромные бородатые широкоплечие гиганты Они были серьезные и величественные От них пахло дегтем и водкой Равен был импозантен Не менее любого бендюжника С длинной седой бородой Бобровой шапки И шубе с бобром-воротником Была зима, но синагогу по случаю войны не топили А невеста была маленькая Да и жених небольшой Они стояли в их окружении Как мальчик с пальчиком и дюймовочка Над их головами развернули хупу И Равен глубоким торжественным басом спросил А кольцо? Кольцо, да, есть Золотое, золотое Он тут же собрал, хотя оно у него было медное А где же проба? Спросил Равен Оно заказное Соврал Ледя, не моргнув глазом Равен иронически улыбнулся Сделал вид, что поверил Равен пожелал им счастливой жизни Ледя отдал служке два рубля И тот раз дал по двадцать копеек бендюжникам Рубль, он сказал, надо дать Равену на извозчика Рубль утесов дал ему самому За блестящую организацию своей свадьбы И у него осталось капиталу на ближайшую семейную жизнь Ровно один рубль Взяв теперь уже свою законную жену под руку Он вывел ее из синагоги И пригрозил Теперь ты от меня никогда не сможешь уйти У тебя нет своего паспорта Ты будешь прописана в моем В общем, произошел весь этот обряд Да, обряд И она родилась буквально через месяц Родилась дикая Вот такая вот театральная Абсолютно театральная свадьба У двух театральных людей Леночка Ленская была послушная жена И не уходила от него 49 лет Не знаю, что бы он делал без нее Взнос дала ты меня, коня Я конь был норовистый Верхом вскочила на меня И бег мой стал мистов Но ноши милые легка Ты мчишься вдаль, ты скачешь То шпоришь ты меня слегка То лаская задачишь И нет дороже ласки той И боль неощутимо Я мчусь дорогой большой И жизнь несется мимо Чусь летним утром, зимним днем Влетаю в снега комья Гордишься ты своим конем Доволен седоком я Освободишь слегка узду Я не споткнусь о камне Благословляю я судьбу Пославшую тебя мне Ах, не солгали предчувствия мне Ко мне глаза не солгали Ту, что я видел когда-то во сне Гости навстречу везет Горло сдавило и весь я в огне Словно по сердцу петел Ах, не солгали предчувствия мне Там мне глаза не солгали Горло сдавило и весь я в огне Словно по сердцу идет паракол Как поверить, что будучи таким темпераментным Утесов всегда оставался верным своей жене Всю жизнь Леонида Осиповича Преследовали слухи о его любовных похождениях Такова уж судьба артиста Но одну историю, которая произошла с ним в юности Он охотно вспоминал сам Покинув коммерческое училище Леонида примкнул к цирку Бороданова И отправился с ним на гастроли по городам Малороссии В Тульчине Утесов заболел и отстал от цирка По приезде в Тульчин Леонида поселили на квартире в семье местных музыкантов Кольба Когда юный артист заболел воспалением легких Хозяева отнеслись к нему с большим сочувствием Наибольшее внимание уделяла больному хозяйская дочь Аня Неудивительно, что после выздоровления Леонида предложили жениться на Аннушке Так как Утесов чувствовал себя в долгу перед семьей Кольба То дал согласие В семье его стали величать жениху Совсем поправившись, Леонида попросил разрешения поехать в Одессу Чтобы получить согласие родителей И привезти свой гардероб То, что юноша желал получить родительское благословение Говорило о его серьезности А наличие гардероба предполагало определенный достаток жениха Для этого им купили билет Бороданов, покидая Тульчин Не расплатился с заболевшим артистом За прошедшие дни гастроли Заказали извозчика И дали на дорогу рубль семьдесят Немалые по тем временам деньги Приехав в Одессу Людечка быстро позабыла болезни О Тульчине Забыла свою невесту Анечку Кольба Правда, какое-то время От нее еще приходили письма Но затем и их поток иссяк Прошли годы В конце гражданской войны Утесов, уже женатый человек Приехал на гастроли в Киев Однажды вечером вместе с приятелем Зашел в один из кафе Шантанов Присел за столик Они обратили внимание на красивую женщину У которой из-под шляпы с широкими полями Живописно выбивались пряди каштановых волос Друзья пригласили ее к своему столу Дама долго и тщательно изучала меню Затем выбрала что-то незначительное и недорогое Молодые люди настаивали Чтобы их гостья заказала что-нибудь еще Но так категорически отказывалась И только к концу вечера Задала Утесова вопрос Вы люди? Да, ответила артист, удивившись Откуда эта женщина может и узнать? Вы узнаете меня? Продолжила свои вопросы Прекрасная незнакомка Нет, честно ответил Утесов Я Анна Кольба, ваша невеста Вы остались должны моим родителям Рубль 70 Теперь я с вами в расчете И грациозно поднявшись из-за стола Прошла вдоль столиков и вышла на улицу Больше они не встречались Я думаю, что Как человек Очень красивый Бесконечно талантливый Наверное, у него была возможность Выбирать себе разные Объекты Кого любить и кого Уважать Воспоминаниям директора оркестра Утесова Леонид Осипович был прекрасным семьянином Он очень любил жену, дочь, диту Но бывало влюблялся в своих эстрадно-театральных партнерш Однажды даже оставил семью И переехал к своей новой пассе В Ленинграде было Значит, у него возник роман с какой-то там молоденькой актрисой И Елена Осипович, конечно, об этом знала И он все время ходил в эту комнатку, где жила, значит, эта актриса И там иногда и ночевать оставался И вот, значит, в один прекрасный вечер, когда он там был Вдруг, причем в Ленинград, холод, война И вдруг подъезжает грузовик Вот вы такая-то там, Фаня Да, я такая-то Вот, пожалуйста, вам, значит, машина грузовая с дровами Ну, и начинают разгружать эти дрова И говорит, вам письмо Этой даме Она открывает письмо и начинает, читает и начинает рыдать Эта актриса рыдает просто Кидает мне это письмо Вот, на, возьми Все, я открываю письмо Начинаю читать И истерически начинаю хохотать Это значит, что мой роман с этой женщиной Для меня уже ясно, что он прекращается А там написано Уважаемая там госпожа такая Это я знаю, что к вам приходит Леонид Тощ Он очень мерзнет Пожалуйста, вы уж его поберегите Вот топите вот этими дровами Елена Осиповна И все, и все После этого мой роман с ней закончен Ты не только съела цветы, цвета Мои ты съела мечты И вот душа пустая И вот молчат устал Трудно жить твой друг без труха В мире одному Все туманом, все так сухо Сердцу и уму Если б жизнь твою коровью Исковеркали б любовью То тогда бы ты без труха знала А почему? Есть в полях другие цветы Опять вернутся смерть мечты О них грустить смешно Пора простить давно Что же главное было в их любви? Какой рецепт? Его боязнь развода? Да нет, а что? Может быть, многоликость Елены Осиповны? Самые трудные для него годы У него была жена-друг, жена-советчик, жена-критик Только не думайте, что он был многоженцем Это она была едина в трех лицах Его Елена Осиповна, Леночка Она обладала одним из тех замечательных качеств Которые так необходимы женам артистов Она никогда не приходила в восторг от его успехов Бесною несобвенною И я встречался с Леною И наш маршрут был трогательно прост Купив букет подснежника Влюбленные и нежные Мы шли всегда на поцелуя в мост Жена Для художника и для актера Это Почти все И прежде всего волнорез Леночка Ленская была послушная жена И не уходила от него 49 лет И несмотря на все жизненные Никиоки, детали И Недоразумения Размолвки И он, и она Очень И крепко И верно Любили друг друга Стареем неизбежно мы Но с Леной мы по-прежнему Друг друга влюблены А в чем секрет А в том признать приходится Любовные бури над головой А рядом Оставалась неизменная Елена Осиповна Ты не приехала Я прожжу как тень И чувствуя как не хочу Не скрою Пойми Мне дорог каждый час и день Который я живу И провожу с тобою Мы были на гастролях В Ростове И Ленин Точ Получил телеграмму Что вот с Еленой Осиповной Случилась беда Произошел инфаркт Причем Обширный инфаркт Ну конечно Гастроли тут же Свернули Срочно выехали В Москву Как известно Все закончилось Трагически Случилось так Что мы должны были Вскоре после ее Похорон записывать В пластинку И в числе прочих Произведений Была великолепная Песня Фраккина Будь со мною строгой И вот идет запись Сидит большой оркестр И вот он поет Будь со мною строгой Будь со мною нежной И на словах Мне с тобой И вот тут вот у него Чувствуется Перехватило горло Он Слезы на глазах Он видимо Вспоминает ее В этот момент Он еще под впечатлением Этого ужасного Трагического события Которое его постигло Я немножко даже Испугался Дирижируя Что он сейчас Не сможет дальше петь Но он Огромным усилием воли Все-таки сумел Себя перебороть Что конечно Не может не вызывать Восхищение Сумел себя перебороть И сумел таки Так допеть песню До конца Будь со мною строгой Будь со мною нежной Будь моей треводой И моей надеждой Мне с тобою рядом Ничего не надо Ты моя традовой Ветер мой Так много девушек Хороший Как много девушек Хороший Как много девушек Хороший Хороших девушек действительно много А такая жена У него могла быть только одна Сердце тебе не хочется покоя Сердце как хорошо на свете жить Сердце так хорошо, что ты поклонен Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить Сердце тебе не хочется покоя Сердце как хорошо на свете жить Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...